Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Исповедь или прием у психолога? Что эффективней? Думается, это все-таки разные средства печения о душе. Психолог сейчас становится все более востребован у современного человека, часто лишенного духовного окормления, духовного отцовства. А душа болит, душа страдает, душа заражена какими-то хроническими болезнями, уныния, хандры, раздражительности. Мстительности, неприязни. Кто врачует эту вселенскую язву? Кто вернет душе радость бытия, светлость чувств, благоразумие, благонамеренность и высоту, направление воли? Психологи, люди, конечно же, часто опытные в душевных треволнениях человеческих, своим участием, психоанализом, пытаются разобраться в человеческих нестроениях и указывают какие-то пути выхода из него, основываясь на какой антропологии, на каком учении о человеке? Очень часто явившимся в головах не вполне здоровых. И учение Фрейда о торжествующем над человеком, в нем сидящей пружине либидо, которое либо разрушением, либо размножением проявляется во внешнем человеке. Учение ли Ницше о той самореализации, которой призван человек, ради которой должен он всего два затруднения преодолеть угрызение совести и сострадание к ближнему, чтобы, пройдя по головам окружающих, стать сверхчеловеком, которым ты достоин быть для того, чтобы чувствовать в жизни свою власть и величие. И множество других психологических картин души человеческой ужасают своей неприятностью. Но если обратиться к антропологии библейской, а значит, Бога откровенной, исходящей от того, кто является автором и исполнителем каждого из нас, кто даровал нам жизнь, создав нас из персти земной и вдохнув в нас дыхание жизни, то человек оказывается существом, насколько величественным, насколько призванным к равенству с Богом по благодати, настолько же и униженным своими грехопадениями до состояния крайней поврежденности и подверженности страстям, губящим душу и отчуждающим человека от источника благ Бога. Когда размышляем о человеке таким образом, тогда никакой психолог, тем более подходящий к душе человека с каким-нибудь оригинальным человеческим учением о человеке, не в состоянии оказать душе ту пользу, то исцеление, которое по силам только Божьей благодати. Ведь душа человеческая, Богом сданная, не так устроена, как тело. Тело многосложно состоит из многих элементов, разнообразных веществ, а душа проста, цельна, и просто лекарство, которое возвращает ей здоровье, именуется оно Божьей благодатью, снисшествием Бога своими энергиями, силами к тому, кто только этими божественными силами и в состоянии взойти на первозданное и потерянное достоинство возлюбленного чада Божьего, поставленного над всем остальным творением. Значит, именно миссия священника, возвращающего душе чистоту, душе кающейся, душе ищущей здоровье, и является ничем незаменимой. Вероятно, могут в трудных психологических ситуациях быть полезны советы опытных в жизни людей, знакомых с какими-то законами порывов души человеческой или тех тонких местах, в которых она, образно говоря, рвется и страдает. Но, несомненно, то фундаментальное исцеление человеческой души из подверженности греху к обретению света благодати в состоянии дать только сам Господь в тех таинствах Матери Церкви, которые были именно ради этого им, Богом, в Церкви своей для нас и установлены. Поэтому не будем путать Божьего дара с яичницей и, всяко, поддерживая общение, иногда пользуясь благим советом опытных друзей или врачей о состоянии души своей, не будем ради этого отменять то главное для души врачевство, за которым мы призываемся к таинствам Матери Церкви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...